Мир вам, дорогие братья и сестры. Некоторые говорят на несколько языков, но русский язык мы говорим с миром. Хотелось бы начать именно с обзора. Мы сейчас, наша первая часть, немножко как бы вспомнить то, что мы проходили до этого, и немного дать вступление, введение. Конечно же, я надеюсь, что мы понимаем, что церковь или тема о церкви, это настолько обширная тема, даже если мы несколько служений подряд посвятим, я думаю, мы только, как говорят, коснемся только вершины айсберга, потому что эта тема очень важная. Эта тема, как мы увидим, она взаимосвязана, она нераздельна с нашим Господом Иисусом Христом. Церковь, Его церковь, глава, тело, наш Господь Иисус Христос, поэтому эта тема, она очень обширная. Но вначале я хотел бы посмотреть на церковь со стороны того, чего мы уже говорили, несколько служений, то, что братья нам излагали очень пристально, и дай Бог, чтобы мы, сейчас немножко, конечно, вспомним, но дай Бог, чтобы мы уже это вложили в наше сердце, это что церковь, во-первых, церковь, она отделена, отделена от мира. Мы многое слышали о влиянии мира, это наша, в принципе, тема предыдущих тематических собраний, было влияние мира на церковь. Да, мы сейчас говорим, вот брат Андрей подметил, что сегодня у нас начинается, неизвестно, сколько у нас будет служений тематических по этой теме, но соединяющая или общая тема, это влияние церкви на мир. Но до этого нам нужно было понять, что мир, хотя мы понимаем, и мы увидим на основании Священного Писания, что церковь, истинная церковь, Божия церковь, которая грозна, как написано, как полки, да, со знаменами, истинная церковь, она отделена от мира. Дорогие друзья, нам нужно в этом пребывать, нам нужно это практиковать, нам нужно в этом жить. И мы, если вспомнить, мы слышали многие примеры, многие примеры из Ветхого Завета. Я думаю, вот вы читаете Пятикнижие, и думаете, вот зачем нам настолько пристально знать каждую казнь, которая была в Египте, настолько пристально нужно знать, что происходило в израильском народе, всякие постановления, что касается скини и собрания. Почему все должно быть написано свято, или же в оригинале отделено? Но, дорогие друзья, Господь очень ясно в самых первых страниц Священного Писания и до самого конца говорит, что тема отделения от мира, а это подразумевает влияние. Если мир влияет, то необходимо отделение. Идет определенная борьба, это будет вечная борьба, до того момента, конечно же, когда мы уже будем с Господом нашим, в вечности. Но в данный момент, дорогие друзья, церковь и мы, будучи в теле Иисуса Христа, будучи в церкви, я думаю, мы, как уже было сказано, вот на протяжении этих служений, мы видели, что есть влияние. Я думаю, это будет большая ошибка, ослепляющая ошибка, если считать, что влияние мира уже, или же его нет, или же оно ослаблено. Я думаю, каждый из нас, анализируя свою жизнь, мы видим, что влияние мира, оно не просто расслабляется, скажем, в общем, оно усиливается. Другой вопрос, имеем ли мы противодействие? Имеем ли мы защиту, или же оборону от этого? Имеем ли мы то, что нас отделило от этого мира? Имеем ли мы то, что позволяет нам пребывать в этом отделении? Мы слышали пример о жене Лотовой, вы помните, было место Священного Писания, вспоминайте жену Лотову. И мы знаем, опять же, здесь, конечно, времени нет, чтобы сделать такой расширенный обзор, но там было написано, как раз Христос в контексте говорил о том, что она, она повернула назад, она обратилась назад. И если кто был внимательный к тексту песни, или гимна, которого пел хор, три первых куплета мы говорили, как бы со стороны, от имени этого человека, что, я думаю, как каждый из нас, мы искали, искали чего-то. И там многое перечислялось. Кто-то богатство, кто-то в мире большом, кто-то в нищете. Дорогие друзья, мир может давать как сладости, так какую-то горечь. И самое главное, это все покрыто обманом. И еще более того, оно заставляет нас оборачиваться. И я думаю, этот пример жены Лотовой должен нас побудить, анализировать свою жизнь. Как часто мы, будучи в церкви, не осознавая, что мы имеем в церкви Божьей, какое богатство мы имеем во Христе и в церкви, мы зачастую, может быть, в нашем окружении, может быть, в деньгах, может быть, в чем-то другом ищем так называемое счастье. Мы оборачиваемся назад. Дорогие друзья, вспоминайте жену Лотову. Это несомненно говорит о этой магнетической тяге этого мира. И несомненно то, что я думаю, и вот эта вторая часть влияния церкви мира должно нам показать, чем дальше мы от мира, чем ближе мы во Христе и чем больше мы это осознаем, тем меньше будет этого влияния. Пусть нам Господь в этом поможет и тем меньше мы будем поворачивать или обращаться назад. Еще один прообраз, это, конечно же, исход Израиля из Египта. Это, несомненно, столько много глав об этом написано, но не просто для исторических сведений, чтобы мы знали, как вышел Израиль, чтобы мы проследили историю. Друзья, конечно же, для этого мы должны видеть Божий план спасения, который привел ко Христу, но мы должны видеть и себя, потому что Новый Завет очень часто обращается к Ветхому Завету и говорит, это были прообразы, это прообраз. Выйдите из среды. Дорогие друзья, как часто мы слышим такую фразу, что многие вышли из Египта, но Египет не вышел из многих. Сегодня даже с утра вспоминали, что только два человека, даже Великий Моисей, и то не зашел. Мы понимаем, что влияние мира, влияние Египта в данном случае, враг душ человеческий, он использует разные подходы, каждому по-разному, и как уже было сказано братьями, что сказать, или как пинцетом показать, вот это вот мир, это мир, это то не мир, я думаю, это долгое время пройдет, но нам нужно знать принципы, принципы влияния этого мира, принципы отделения от этого мира. Итак, исход Израиля из Египта, было много препятствий, но мы видим в Новом Завете, что то, что происходило в Ветхом Завете, очень конкретно разъясняется. Один из этих стихов я хотел бы прочитать, и мы немножко перейдем уже на больше, как влияние церкви на мир, это один стих Галатам, 6 глава, 14 стих, 6 глава Галатам, 14 стих, и здесь ответ. Один стих, я думаю, конечно же, нужно читать все Писание, но это один стих, который повторяется во многих местах, 14 стих, 6 главы послания Галатам, Павел говорит о себе, и дай Бог, чтобы мы, анализируя свою жизнь, могли подтвердить эти слова в своей жизни. Написано так, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят. Но здесь не точка, написано, и я для мира. Дорогие друзья, здесь не сказано, что мира не существует, не сказано, что с момента спасения мира нет. И может быть, когда мы смотрим на это, мир распят, значит, его уже нет. Дорогие друзья, в духовной сфере мы прекрасно понимаем, что влияние мира, влияние плоти, влияние или же подход врага душ человеческих, оно остается. Оно никуда не уходит, оно не исчезло. Другой вопрос власти. Другой вопрос эффективности этого влияния. И смотрите, что апостол Павел говорит, я думаю, если суммировать, как бы главный урок нашего отношения к миру, или же наш ответ на влияние мира, которое есть, которое сегодня есть и завтра будет. Может быть, Господь придет, мы не знаем, но до того момента влияние есть, написано, крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Дорогие друзья, Христос, как в отношении влияния мира, так мы сейчас и посмотрим, что в отношении влияния церкви всегда должен быть Христос. Здесь говорится о смерти, здесь говорится об отделении, но когда мы говорим уже о влиянии церкви на мир, мы понимаем, что Христос не только умер, но Он воскрес, Он живет, Он имеет силу, Он всемогущий Бог. И дорогие друзья, теперь вопрос, если мы признаем это, если мы живем верою это признаем, вспоминаем это, помним это, то дорогие друзья, не только мы будем остерегаться от этого мира, не только мы не будем поворачивать назад, но то, то, что мы, о чем мы сегодня говорим, оно будет происходить. Каждый из нас индивидуально, и церковь, как одно целое, мы будем влиять на этот мир. Мир будет знать, что эта церковь побеждающая, эта церковь живая, почему? Потому что она верит в живого Бога, она в живом Христе, Иисусе Христе, Который воскрес. Я хотел посмотреть сейчас на вот эту вторую часть. Братья, конечно же, будут намного более детальнее. Это огромная тема, которая включает в себе абсолютно все, я думаю. То, чем должна заниматься церковь, то, чем должен, что должны практиковать каждый из нас. Это Слово Божие, это молитва, это обязательно благовестие. Мы говорим о влиянии церкви, я думаю, без благовестия не может быть влияния. Это, конечно же, должно прийти к этому. Но, дорогие друзья, я хотел бы начинать сегодня вот вкратце как вступление наше, но это не просто вступление, которое нужно забыть. Я думаю, брат Андрей еще больше об этом скажет. Это наше основание. Я бы назвал бы это зависимость. Зависимость. Влияние церкви не может быть без зависимости. Но зависимости у нас, конечно же, это слово, особенно в наше время, с многими разными зависимостями уже имеет негативный характер. Дорогие друзья, священная, святая зависимость, необходимая зависимость. Зависимость от нашего Господа Иисуса Христа. Да, конечно же, мы называемся церковью независимой. Имеется в виду, конечно же, независимая от объединений, скажем так. У нас мы, если я правильно понимаю, имеем правильное, хорошее отношение со всеми, но в отношении зависимости не от людей. Мы понимаем, что как церковь, поместная церковь, она независима от людей и даже от объединений. Но есть обязательная зависимость, без которой теряется влияние. Можно сделать, как говорят, прямую связь. Direct proportion, да? По-английски. Если нету зависимости от Христа, не будет влияния церкви на этот мир. Или чем меньше зависимости от Христа, чем меньше осознание этой зависимости, тем меньше будет влияние церкви на этот мир. Я хотел бы с вами прочитать Ефесянам вторую главу с 19 по 22 стих. Если мы до этого говорили о отделении от мира, говорили о том, что у нас есть выход из этого мира, уже есть, и мы не должны быть под влиянием этого мира, то мы сейчас посмотрим на то состояние, где мы находимся, для чего и что в данный момент Господь хочет делать или делает уже и уже сделал. Давайте мы с вами прочитаем вторую главу с 19 по 22 стих. Послание Ефесянам вторая глава с 19 по 22 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божия Духа. Дорогие друзья, опять же, этот текст, говорящий о каждом аспекте нашей жизни, потому что здесь речь о Христе, о нас, о Христе, о нас во Христе. Но я бы хотел посмотреть, так как это более как обзор, как вступление, посмотреть на две, на два аспекта. Прошлый аспект, что уже сделано, то, что мы должны помнить, и настоящий аспект, что происходит в данный момент, что мы также должны помнить, но понимать и осознавать это в нашей жизни, и не быть безактивными, не быть пассивными, а осознавая это, употреблять в нашей жизни. Итак, первый, это прошлый аспект, можно назвать установление церкви. Если церковь не установлена вот таким принципом, то это не живая церковь, это не истинная церковь, это только название. Какой же принцип? 19 стих. Итак, вы уже не чужие, уже, то есть это слово о чем говорит? О каком времени? В прошедшем времени. Что это уже произошло. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. И смотрите, как это произошло. Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. И можно, у вас, если Библия открыта, 3 глава, 6 стих. Чтобы и язычникам, не только евреям, но чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе. Как это возможно? Какой способ построения церкви? Какой первый шаг, основной шаг, основа, фундамент этого здания? Во Христе Иисусе. И Павел добавляет, конечно же, посредством благовествования. И если церковь не была построена посредством благовествования, если там не звучит благая весть о Христе, а это что значит? Что Он умер, что Он воскрес, что мы умерли, что мы отделены от мира. Это благая весть, дорогие друзья. И здесь, во 2 главе, 19 стих, апостол Павел обращается к Ефесянам. Я хотел бы, чтобы я, во-первых, каждый из нас, заменить это слово вы и поставьте я. Я уже не чужой и не пришелец. Почему здесь это сказано, кто знает контекст, здесь говорится о той вражде, о той разнице между язычниками, между евреями, которая была с самого начала истории, по крайней мере, истории Израиля. И здесь вот это слово вы уже не пришельцы, не чужие, но смотрите, сограждане святым, это наше взаимоотношение друг с другом. И здесь смотрите, какие замечательные слова. Свои Богу. Дорогие друзья, влияние церкви, влияние живой, сильной церкви, победоносной церкви, заключается, во-первых, в нашем осознании того, что уже произошло, в осознании прошлого. понимаем ли мы, что мы не свои, мы не чужие, а свои Богу, то есть не свои себе, мы можем как бы оставаться сами в себе и иметь свой определенный круг людей, с которыми общаемся. Но здесь сказано о двух отношениях, с ближними, с братьями и сестрами, святыми, как написано, и свои Богу. Вертикальные, горизонтальные отношения. Если этого нет, то эта церковь не может быть влиятельной. Дорогие друзья, мы будем говорить о многих функциях, и мы должны об этом говорить. Мы будем говорить о многих аспектах живой церкви, включая и слово, включая и изучение слова, молитвы и так далее, и благовестия, но есть и нет основания. Конечно же, мы об этом слышим с самого начала нашей духовной жизни, но, дорогие друзья, вспомним еще раз и еще раз, что наше основание в благой вести об Иисусе Христе, что мы уже не чужие, не пришельцы. Господь, мы принадлежим Господу, но также Господь принадлежит нам. Слава Ему за это. И будем пребывать в этом, на этом крепком основании. И говоря за основание, смотрите дальше. Бывшие утверждены, это тоже прошедший аспект. Это тоже, что нам нужно вспоминать. Зачем Павел говорит эфесянам это? Вы заметите, что 3-4 главы, почти он, 3 или 4, говорит, как бы, мы назовем это, кто-то назовет теорией. Я думаю, это неправильное слово. Мы часто идем в 4-ю, 5-ю, 6-ю главу, ищем практические советы. И они будут, обязательно, они должны быть. Но если мы не понимаем этого основания, какого основания? Апостолов и пророков. Мы думаем, ну у нас же сегодня нет апостолов и пророков. Ну в некоторых церквях говорят, есть. Дорогие друзья, я надеюсь, мы понимаем. Это Слово Божие, которое он передал через своих апостолов и пророков. Нам не нужно ничего прибавлять и, конечно же, не нужно ничего убавлять. Это крепкое основание церковь, которое построено на основании Слова Божия. И мы должны его изучать. И мы этого коснемся. Итак, утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Всегда, когда вот говорится о краеугольном камне, куда ни посмотришь, в любых, в каждом источнике говорят, что когда строился дом, есть фундамент, но есть тот камень, на котором лежит, скажем так, весь вес здания или все основание здания зависит от этого камня, краеугольный камень. Дорогие друзья, апостолы, пророки, но все они, хотя будучи в основании, или же то, что они сказали, то, что они написали, но мы знаем, что слово их, или же которое было сказано имя, оно Богу вдохновенно, они должны быть соединены с краеугольным камнем. Вот это вот есть основание, это есть фундамент, это есть то прошлое, которое нам никогда не стоит забывать. Это то основание, которое, хотя, может быть, оно не видно зачастую, мы говорим больше о практике, и мы должны на это обращать внимание, но это основание, которое никуда не может уйти. Как написано, как Петр говорит, нет другого имени. Дорогие друзья, только Иисус Христос, только это крепкое основание, это является основанием для влиятельной церкви. Итак, еще раз скажем, что влиятельность церкви, она идет параллельно. Сколько зависимости от Христа, столько и влиятельность церкви. Меньше зависимости от Христа, меньше зависимости от Слова Божия, меньше осознания этой крепкой основы, Слова Божия, то меньше влиятельности обязательно, по-другому не может быть. Итак, это прошедший аспект, который нам нужно помнить, вспоминать, в этом пребывать. Но я хотел бы также обратить внимание на 21-22 стих, который говорит, что устроение церкви это еще не завершенный процесс. Господь спас и скупил свою церковь. Но заметьте, в каком времени стоят глаголы в 21-22 стихе, на котором, это, конечно, говорится о краегольном камне, об Иисусе Христе, на котором все здание, слагаясь, не сложилось, слагаясь стройно, возрастает, не возросло, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь, не устроились уже, готовый дом, устрояетесь в жилище Божьим Духом. Дорогие друзья, почему Павел здесь проводит как бы видимую такую немножко разницу или контраст. Там прошедшее время, тут настоящее. Я думаю, это для каждого из нас индивидуально. Вот заметьте, здесь слово, на котором и вы. Это очень, я думаю, очень важное славосочетание вместо имения и вы. То есть, как бы, если кто-то подумает, ну, это Господь говорит как учение, как общее учение. Смотрите, чтобы привлечь внимание эфесян и привлечь внимание наше индивидуальное, он говорит, и вы устрояетесь в жилище Божьим Духом. Дорогие друзья, вот эти два стиха, которые говорят, что мы слагаемся стройно, возрастаем в святой храм. Эта постройка продолжается. Как мы говорим в констракшн, он идет. Камень на камне. Это здание продолжается, это строение продолжается. Устрояетесь в жилище Божье Духом. Дорогие друзья, это для каждого из нас, чтобы мы знали. У нас есть крепкое основание, которое не движется никуда. Но построение Церкви Божьей, или же влияние Церкви, распространение этого влияния происходит каждый день. Господь делает свою работу. Это, конечно же, эти слова как факты здесь стоят. Господь будет делать, Господь обязательно сделает свою работу. И ничто не может помешать. Другой вопрос. Каждый из нас будет ли вот в этом строении? Находится ли он в этом строении? Позволяет ли он Господу строить так, как ему угодно? А как ему угодно? Слагаясь, стройно возрастает Святой Храм в Господе. Конечно, нужно возрастание, смотрите, на которыми вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Кстати, заметьте, что здесь все три лица. Дух Святой, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Если люди говорят, покажи доказательства троицы, особенно иеговисты, здесь еще многие места, которые можно показать. Здесь все три лица единого Бога действуют. Дорогие друзья, если мы не противимся Духу, если мы позволяем Духу действовать в нашей жизни, индивидуально каждый, и вся церковь в общем, тогда это будет влиятельная церковь. Братья и сестры, я не вхожу, опять же, не впадая в детали, братья намного больше, намного глубже коснуться, что это значит устрояться, что это значит возрастать, пребывать в этом, позволять Духу делать свою работу. Но я хотел бы, чтобы мы запомнили эти истины. Два принципа. Что мы основаны на крепком основании, мы пребываем во Христе. Это очень важно заметить, смотрите, во Христе, в год, 21 стих, в Господе. 22 стих, у нас в русской Библии написано, на котором, если посмотреть оригинал, греческое кажется «н», что оно означает «в». Нам можно сказать, можно сказать «в». На котором, или же в котором все здание строится. Вот это основание. Это основание, без которого нельзя говорить о нашем настоящем времени, нельзя говорить о нашем возрастании. Мы говорим, слава Богу, что у нас есть крепкое основание, теперь мы будем сами расти. Друзья, невозможно. Как апостол Павел чудно, конечно же, вводимым Духом Святым, он объясняет, что есть основание, и на этом основании, только на этом или в этом основании строится это здание. Строится стройно, строится правильно, строится чудесно. И, конечно же, конечный результат это будет жилище Божий. Подумайте о скинье собрание, куда пересвященник мог входить один раз в году, день очищения. А здесь Господь говорит, что он с каждым из нас, и с каждого из нас он берет, как Петр говорит, вы, как живые камни. Каждый из нас как живые камни, вот Бог нас берет, дает нам эту великую привилегию по своей благодати быть в нас. к тому, которому весь народ не один, кроме одного человека раз в году не мог подходить. Вот тот самый написано, это великая тайна. Он в нас и мы в нем. Это основание не только в прошлое, но это обязательно и настоящее. Дорогие друзья, да поможет нам Господь эти истины, которые кажутся на первый взгляд, что здесь вроде практического очень мало. Но я даю Бог, чтобы у нас не было этой мысли. Чтобы мы осознавали, что все практически советы, которые мы будем разбирать, они без этого крепкого основания никак не могут быть исполнены. И наше влияние невозможно, если мы независимы от Христа. Если мы зависимы, осознаем эту зависимость, пребываем в осознании факта и в осознании настоящей работы Духа Святого, то, несомненно, влияние будет, влияние нашей церкви, правильное влияние. И тогда Господь, как Он говорит неоднократно в книге Откровения, побеждающему. И каждый из нас может сказать, что вот это все относится к нам, побеждающим, дам то и то. Да поможет нам в этом Господь, чтобы мы это помнили всегда и чтобы прославляли имя Его в нашей жизни, чтобы наше влияние было видно. И слава была не нам, а Ему одному. Аминь. 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 Аминь.